К своей мане Валера мчится со всех ног. Говорит, это была любовь с первого взгляда. Он впервые видел лошадь в 2004 году под окнами своего дома. Через несколько месяцев уже подыскивал конюшню для нового друга и решал, что будет делать дальше. Для общения и работы с лошадью необходимы были знания. Валерий с головой ушел в изучение истоков конной выучки времен царской России. Еще в XIX веке в Киевском Софийском соборе на стене были открыты фрески X века, изображающие всадников на охоте. Где лошади идут боковым движением принимания, делают пируэты, современные разворота. Это, пожалуй, наиболее точное отражение маневренности подготовки нашей древности. Охота в тот период выступала основным средством подготовки княжевских дружин. Соответственно, верховая езда здесь имела сугубо практический смысл, где требуется верткость, выносливость, быстрота. Изучая историю обучения лошадей в дореволюционный период, Валерий открыл для себя имя русского кавалериста, выпускника Павловского военного училища Федора Любимова. Автор исследования по зоопсихологии лошадей Федор Любимов занимался конной выучкой беспривычной уздечки. Его лошади считали, выстраивали слова, понимали речь, а также прекрасно работали с наездником в руках и верхом. Студневный курс такого обучения не вписывался в идеологические задачи того времени. В 1937 году Федор Любимов был расстрелян, но его научные наработки послужили мощным фундаментом для тех, кто интересуется конной выучкой. В числе таких любителей оказался и наш Валера. С 50-х годов в нашей стране массовым порядком стали внедряться немецкие системы подготовки лошадей. С теми этими обстоятельствами исконная культура была уничтожена безвозвратно. Лишь с 91-го года лошадей можно было иметь и частным лицам. Это время собственно и стало основой сегодняшнего положения, прародителям. Отсюда отсутствие исторических и культурных традиций, неверное понимание основ, незнание дела. К обучению мани Валерий приступил год назад. Теперь его любимица делает пируэты, умело двигается влево, вправо, назад и шагает по-испански. Прежние хозяева не возлагали на мани больших надежд, но Валерий в способностях лошади не сомневался. Апеллируя к мыслительным возможностям ученицы, Валерий начал обучение мани без железа. На ее шее только кардео, небольшой ремешок. Главное условие таких тренировок – это взаимопонимание и уважение человека к лошади, даже если она иногда капризничает. В первую очередь это девушка. Характер очень капризный, Ксюша Собчак. И с такими же запросами, именно с такими вот, ни с чего, ни с того, начинает она показывать свое недовольство мной, щипать, а потом после этого тут же ласкаться. Сейчас постоянным местом жительства мани является Грибовская конюшня в лесном городке. Компанию очаровательной буланной кобыли составляют лошади Пуля, Надежда и Серая. Кстати, Пуля – местная знаменитость. В свое время она служила в Кавказском полку и снималась в исторических фильмах. О том, что Маню пора выводить в свет, ее хозяин уже подумывает. В конце марта пройдет всероссийская конная выставка «Эквирос». Почесывая пузо любимицы, Валерий рассуждает, что если бы не природная скромность, обязательно бы отправился на всероссийский смотр. Мария Подъепольская, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.